Дорогие друзья, отцы души, рада вас приветствовать на презентации сборника Зинаиды Латоновны Никулиной, ЭВД «Йон Турал». Модератором сегодняшнего мероприятия выступаю я, Дария Мартынова. Для обрядовой части, мы немножко обрядовую часть начнем попозже. И сейчас я хотела бы немножко ознакомить вас с биографией нашей уважаемой Зинаиды Платоновны, которая безвредно покинула нас в сентябре этого года. Зинаида Платоновна родилась, я хотела бы попросить коллег включить презентацию, там должна быть презентация в папке. Зинаида Платоновна родилась в этот самый день, 26 ноября 1946 года в селе Уяньи Устьянского района. Большой, дружной семье первого эвэнского романиста Платона Афанасьевича Степанова Ламурского. Зинаида была вторым ребенком. И она из сестер была старшей, и как старшая сестра, она была своего рода второй матерью для своих младших братьев и сестер. Она должна была приглядеть за своими младшими, постирать за ними, поиграть, помогать родителям, отвечать за шалости младших. И все это она испытывала на себе. И практически до конца ее жизни она оказалась второй матерью для своих младших братьев и сестер. В детстве и школьной жизни Зинаиды Платоновны прошли в тогдашнем Сокрышском, нынешнем Кобяйском районе, в селе Семян-Геоль. Трудовая деятельность началась в Момском районе в 65-м году. Она работала счетоводом, медицинской сестрой в детском саду, заведующей Губа, бухгалтером, кассиром и завхозом, а с восемь руководителя самодеятельного хорового коллектива. Для этого она объединила вокруг себя знающих родной эвенский язык, продавание эвенского языка. И особое внимание она уделяла устные предприятия, которые были направлены на возрождение языка и культуры. Когда она работала в детский этно-фольклорный народный ансамбль Российской Федерации, и стал широко известен не только на территории Российской Федерации, но и далеко за его пределами. Ансамбль Айнесса был участником и урядом различных конкурсов республиканского, российского и международного уровня. Ансамбль выезжал с гастролями в Болгарию, Францию, Китай. И Зинаида Платоновна, будучи руководителем ансамбля Айнесса, учила детей не только фольклору, эвенскому песенному искусству, вариантам эвенского хеджа, изготовлению эвенских музыкальных инструментов, но и эвенскому языку. Развивала в ребятах чувство национальной гордости, любовь к фольклору, народному творчеству, что способствовало повышению этнического самосознания. Но в этом потентальском улусе она собрала также клуб бабушек и создала ансамбль «Утендел» бабушки. И ни одно мероприятие не обходится без этих бабушек. С 2007 года Зинаида Платоновна была официально на заслуженном отдыхе, но ее творческая натура не позволила сидеть спокойно. И она на общественных началах начала руководить этно-фольклорным ансамблем «Долгунча», которые сегодня перед вами также выступят. На протяжении многих лет ансамбль радует своего зрителя своим творчеством. В исполнении ансамбля звучат лирические авторские песни и также эвенские аутентичные народные песни. Для своих выступлений ансамбль использует большой разнообразный репертуар и умело подобранный руководителем. Зинаида Платоновна ввела большую работу по пропаганде народного творчества на различных площадках и далеко за ее пределами. В прошлом году коллектив принял участие в проведении фестиваля «Кочевья севера» в городе Москва, на инструментальное творчество и получили специальный приз имени Жаркова за преданность и верность традиции. Выключите, пожалуйста, звук. И в любом качестве Зинаида Платоновна давала частичку своей души. Любой коллектив, которым она руководила, добивались значительных успехов в пропаганде эвенского творчества и языка. Как представительница передовой интеллигенции коренных малочисленных народов Севера, Зинаида Платоновна была награждена званиями заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный работник общего образования Российской Федерации, ветеран труда и также медалями за сослуги перед Севером, за верность Северу, дети Саха-Азия во имя лучшего будущего наших детей, 370 лет Якутия с Россией, 380 лет основания города Якутск, юбилейными медалями, и она также являлась почетным гражданином Эвена Батантайского улуса и Березовского национального кочевого наследа Среднеколымского района. И в сентябре этого года ее жизнь оборвалась. Позвольте сейчас предоставить слово ее брату Анатолию Платоновичу Степанову. Он у нас должен был подключиться онлайн. Анатолий Платонович, где нет? Аду Кунторин? Добрый день. Добрый день. Слышно меня, да? Да. Мы вас видим и слышим. Добрый день всем участникам презентации. Действительно, все, что было сказано, это происходит, произошло. Но Зинаида была для нас очень... Ну, как бывает обычно, старшие дети, кто всегда ответственны за младших, они, как сказала Дарья, действительно отвечают за все шансы, что происходит с младшими детьми, отвечают обычно за старшие. Для нас Зинаида была действительно... Мы всегда слышали, она до конца своей жизни нами руководила. Самое главное, если вот до настоящего, до того, как мы возрастные люди, взрослые люди, сами имеем детей, уже мы сами, уже дедочки, мамочки. Поэтому сегодня нам, конечно, очень хватает. Мы даже некоторые высоко не осознали о том, что ее нет с нами. Это очень тяжело. В общем, направляется для нас такую ответственность за то, что она сделала, что она была сделана, что она не судила. Я сегодня не очень рад, потому что вот такая телега «Хатар» в электронном виде выходит. Мы постараемся, я вам перевернусь вокруг, надо сказать, что постараемся сделать издательство, чтобы телега вышла не нужна. Как телега, как телега. И что еще? Вот, там есть, есть моя сестра, она, скорее всего, сама может рассказать. Я ее попрошу, чтобы не высказать. Это потому, что я сейчас не имею в виду, и себя очень плохо чувствую. Сейчас позвольте передать слово заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Северной Республики Саха-Якутия Михаилу Александровичу Погодаеву. Михаил Александрович, у нас также подключается онлайн. Добрый день, уважаемые сородичи, дорогие друзья. От имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Северной Республики Саха-Якутия позвольте поприветствовать всех вас на презентант этой книге Геннадий Павлов-Луквыни, ВВД «Идентурал» и признателен за ваше приглашение в принятии участия в этом важном мероприятии. Сегодня мы вспоминаем человека, который писал свое имя золотыми буквами в историю нашей республики. Совсем недавно мы вроде бы общались, и она покинула нас. И покинулся единый мир, истинный патриот арктики, народа, отличник культуры из публики Саха-Якутия, ветеран труда, почетный гражданин В. Батантайского, почетный работник общего названия Российской Федерации, наша уважаемая Зинаида Платонова. Как уже было сказано, Зинаида Платонова старшая дочь, удающаяся поэнке и прожайке Платонова-Музского, и она решила пойти по стопам отца и выбрала творческий путь. И сегодня трудно переоценить тот колоссальный вклад Зинаиды Платоновой в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. Она в течение многих лет руководила ансамбль «Малуча». На протяжении всей творческой деятельности Зинаида Платонова создавала свой репертуар на основе подлинных образцов народного творчества, особенно популяризировала антиллер в современном мире. Без коллектива Зинаида Платонова не обходилось ни одно важное культурно-общественное событие. В нашей республике она достойно представляла республику на всероссийских и международных конкурсах. Говорят, что не талантливый человек талантлив во всем. И Зинаида Платонова тому подтверждение. Она сочиняла стихи во ее пожеланиях, переводила тексты, которые составила после себя большое наследие творчества. Помимо этого, она активно занималась образовательной деятельностью, писала научные труды. Являясь активным в общественном деятельности, Зинаида Платонова уделяла пристальное внимание решению вопросов, направленных на защиту интересов хоряных и малочисленных народов, численно на сохранение и развитие их обычаев, традиций. Благодаря трудам Зинаиде Платоновой мы можем сегодня увидеть эту бесценную сборную ее трудов, эту книгу. Мы очень рады, что она вышла и сегодня презентую ее опыт. Ее творческими усилиями огромный пласт наследия Венов был открыт в мировом сообществе. Она сохранила бесценное богатство языка и культуру венского народа. И эта книга действительно драгоценный вклад можно даже сказать без привлечения в мировую литературу. Потому что язык является одним из важнейших факторов технической политичности и играет значительную роль в формировании национального характера, сохранении и развитии культурного наследия. Потому что сегодня мы видим, что для того, чтобы мир оставался в равновесии, необходимо бережно относиться к традиции, на уникальному языковому воскресенье каждого народа. Я очень рад, потому что поддерживать творческие проекты, которые несут молодому поколению мировоззрения и философии наших клетков вносится большой вклад в сохранении истории самобытных этносов нашей республики. И очень отравлено, что столь значимый сборник нашей землиной плодов, он теперь доступен широкой аудитории. Поэтому хотелось бы отдельную благодарность выразить всем, кто причастен к публикации книги. Уверен, что знакомство с этим трудом поможет открыть новые грани истории и культуры ландинского народа. Потому что без, в том числе, своего фальклора, каких-то традиционных видов творчества, у народа нет души и бородок. Поэтому я думаю, что наши потомки обязательно будут черпать новые знания, новые силы из этого сборника, этой книги. Духовно богатятся и станут истинными патриотами, представителями своего народа. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Михаил Александрович. Анатолий Платонович в своем выступлении сказал, что хотелось бы подготовить и издать книгу о Зелеге Платоновне. И очень надеемся, что наше родное министерство Арктики, вице Михаила Александровича, поддержит данную инициативу. Спасибо. Сейчас позвольте передать слово вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Сахая-Кутия Вячеславу Ивановичу Шаблину. Очень жаль, что данное мероприятие является уже немореальным. Очень тяжело говорить, потому что еще вот совсем недавно мы вместе с Зеледой Платоновной проводили наше мероприятие. Зеледа Платоновна, она действительно относилась к категории людей, которые можно назвать сокровищами нашей культуры, культуры народов Севера. Она не просто носитель, знаток, не только пропагандист, но человек, который в силу своей души, всю свою энергию, иногда превозмогая боль, болезнь, его откладывала в то, чтобы культура и его народа сохранялась, развивалась, была доступна и передавалась молодым поколениям. Зеледа Платоновна, один из немногих людей, которая была человеком, который можно назвать так неравнодушным, которая душой болела за действительно сохранение и возрождение нашей культуры. Вот вы уже прослушали ее биографию, вы видели, что она с самого начала практически всю свою жизнь работала на этой нереи, на нереи образования, на нереи культуры, для того, чтобы передавать это свое знание. Зеледа Платоновна, она не просто пропагандист, она созидатель. Вы уже об этом уже сказали, что она была очень многогранной личностью. Она сама писала стихи, сама писала музыку, где-то вспоминая старинные мотивы, где-то проявляла свое творчество. Но главной ее целью было именно расширение этих творческих границ культуры народа. И благодаря ей действительно культура эвенского народа получила большую сцену, она стала признанной. Фольфлор эвенов стал не только какой-то задачей каких-то исследователей, ученых, но он стал действительно явлением нашей повседневной жизни. Она активно сотрудничала с научными, культурными, образовательными учреждениями. И вот это действительно в какой-то степени наверное можно назвать юридизмом. В последние годы она себя очень плохо чувствовала, часто болела. но превозмогая все, она все равно шла, участвовала, организовывала. И это действительно с ее стороны можно сказать, это был ее подвиг. Она совсем себя не перегла. И сегодня еще раз очень хочу сказать, что очень тяжело говорить в прошедшем времени. Все равно в нашей памяти она сохраняется активным, жизнерадостным человеком, с горящими глазами, которая стремилась к тому, чтобы музыка, культура, эвенов жила, звучала. Это действительно очень такой большой ее очень вклад в то, что мы сегодня имеем. Человек жив, пока жила память о нем. И очень важно нам сегодня рассылок. Вспоминая землю Платона, очень важно также принять решение о сохранении памяти о нем. В развитии сохранения культуры коренных полочисленных народов Сибири. Мы сохраняем память о нем. И пусть эта память будет всегда такой же светлой, живой, прекрасной, хорошей, каким была и сама Сибири Платон. Спасибо большое, Вячеслав Иванович. Ранее, как мы уже упоминали, Зелита Платоновна была основательницей и руководителем детского народного этно-эклонного ансамбля Айнесса. И сегодня к нам пришел солист первая ласточка данного ансамбля. Ныне сам художественный руководитель ансамбля Айнесса. Педагог ансамбля Санудал, тренер по спортивным байлин и танцам, который впоследствии тоже связал свою жизнь с культурой, с танцами. Это Василий Старец. Василий, пожалуйста. Хочу поблагодарить во первую очередь организаторов и семью родных Зенде Платонов Я являюсь ее учеником. Она воспитала меня с 94 года. Она училась с первого класса, выросла меня. И те заслуги я сейчас вот, это ее заслуга, которой я являюсь, кем я являюсь. она является для меня примером, образцом подражания. Я стремлюсь быть похожим на нее, я стремлюсь хотя бы достичь того, что было у нее. и стремлюсь себе делать то, что она и уметь того, что она меня учила. Зелина Платоновна была прекрасным учителем, прекрасным человеком и верным другом. Я до сих пор до последних часов с ней до последних дней я с ней общался, учился. Я лично ученик у нее. И думаю, что эта книга, это духовное завещание должно существовать, остаться, передаваться новому поколению. Мы ее ученики будем еще помогать ее имуществу, ее делу. дальней же. Если рассказать, то я скажу, что горжусь и счастлив, что ее ученик был ее учеником, потому что она воспитала нас в меня человека. чтить традиции, обычаи, фольклоры своего народа. Я могу вот, у меня, так как у меня отец Саха, мать Эвенка, я бы мог назваться Саха, тоже, но она воспитала во мне Эвену. Да. С малых лет, с первого класса, до окончания школы, она учила традициям, фольклорным песням. Благодаря ей, благодаря ей, я вот, например, в обычных бытовых, в бытовых или как это называют, что вот обычай, да, 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 обычай Венов, да, Венского народа. То, что надо быть культурным, надо быть отнестись ко всему уважающим. Вот это ее воспитание все равно в нас, в ее выпускниках осталось. Вот такой вот учитель хороший, который до сих пор остается образцом по жизни. Вот. И я хочу поблагодарить организаторов, родных Зенея Платоновна, то, что выпустили вот такой вот книгу. Это, конечно, огромный труд. И надо сделать другую форму, для того, чтобы увлековечить ее материалы, ее творчество. И в следующем раз пригласите меня, я тоже помогу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Наша презентация будет проходить дальше на трех языках. Это на русском, на югутском и на овенском. Хорошо? Итак, сейчас я хотела бы попросить своих коллег, там подготовленные папочки должно быть в виде обращения к сородичам про хэджа. Спасибо. 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 Дальше. 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 Данное издание у нас находится на сайте e0ras.ru. Мы после презентации начнем рассылку. И каждый, где бы он ни находился территориально, даже за пределами Якутии, если даже человек проживает за границей, может свободно пройти по ссылке и ознакомиться с книгой Зинаиды Платоновны. И вот третья часть — это переведенные песни. Она с молодых лет переводила песни. Особенно она любила переводить Секутского на овенский. И некоторые песни сегодня прозвучат. Здесь в третьем разделе представлены переводы на овенском и также оригиналы на якутском. То есть каждый ансамбль или любой человек, который хочет петь, может ознакомиться и исполнить эти песни. А сейчас позвольте предоставить слова ее детям, позвать на себя ее детей и внучек. Добрый вечер, дорогие гости и, как сказать, соратники нашей мамы. Сегодня, как сказать, сегодня я бы исполнилась по 75 лет нашего самого родного любимого человека. И сегодня для нашей семьи это самый маленький день, наверное, да? Если бы она была бы сейчас с нами, мы, наверное, бы сейчас вместе с ней пели бы и танцевали бы. Вот. Есть люди, которые ведут за собой других, чей жизненный путь — настоящая история, служение к своему народу. Одним из таких людей является наша мама. Пример нашей мамы учит нас и подрастающим поколениям быть верным своим идеалам, всегда стремиться к лучшему, жить и трудиться ради своего народа. Она всегда оставалась общепризнанным духовным лидером своего народа. И вот наша, она в кругу семьи для нас была самой доброй, чуткой, требовательной, порой и строгой. Но мы гордимся и гордились ее достижениями. И ее советы останутся в наших сердцах на долгие годы. И вот мы с собой привезли ее последнее, то, что она всегда в последнее время пользовалась, ее атрибуты для национального костюма, для пения, ее инструменты, которые она сама делала своими руками. И атрибуты для обряда тоже сделаны своими руками, ее своими руками. Из костей оленей, из злок тоже оленей и горного барана. Вот бисер, все, что тут лежит, это ее своими руками сделано. Также ее грамоты и благодарственные письма. Так, ну, с малых лет, как я помню, она всегда хотела, чтобы я пошла по ее стопам. Она, ну, она с молодых лет, ну, болела детей. У нее трое. Я старшая дочь, Лена Степановна. Вторая дочь, Юлия Степановна. И самый младший у нас, Родион Степанович Николин. Настой, а внуков и правнуков у нее много. И вот вчера я вот все думала, как бы мне сказать так, чтобы было и дорого, и свято, и приятно, наверное, да. Да, вот для воспоминания о ней, о нашей матери. И я вспомнила ее колыбельню, которую она всегда нам пела, когда мы болели, когда нам было и трудно. И, ну, визиты колыбельные у нас вечерами проходили. И вот сегодня ее внучки, Аделия и Алида, исполнили эту колыбельню. Сначала давайте посмотрим видео папочке. Уню-муню. И, ну, визиты колыбельные у нас, Родион Степанович Николин. И, ну, визиты колыбельные у нас, Родион Степанович Николин. И, ну, визита колыбельные у нас, Родион Степанович Николин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 очищать, да, и развивать уже, искать истоки своих народных культур. Ну, а потом мы уже получили подтверждение того, что это действительно был большой, внушительный, значительный взнос. Это когда у нас через год вернулись с молодежного форума, с Алихарда нашей, нашей молодежи, и они говорили, что там в течение всего этого форума рассказывали, как наступала долгольчанка в Камчатке. Это вот как раз и самый большой памятник на Рюлю. Алина Рюль и Платонова. Ну, сегодня очень много мы с ней не успели сделать. Но то, что мы начали, в принципе, мы продолжаем. Ее увлечение вариантами, да, еще, когда мы работали с долгольчанком в музее музыки и партлера, пытались как-то рассказать о круговых танцах ходе, и не могли никак разобраться, в чем различие, почему такое различие идет в запевах, в шаге, в манере исполнения. И вот тогда-то с помощью Алина Рюль и Платона определили, что, скорее всего, уходи – это варианты родового ходи, родового танца. И тогда возникла мысль, что можно круговые танцы коренных народов мира, ой, Якутии, изучать, пропагандировать. И если у нас нет, а у нас их нет, исследователей этой культуры, то хотя бы самим понести эту правду, вернее, возвращать знания обратно народу. Так у нас возник кочующий фестиваль «Хэня» года два назад. Два назад. И он у нас кочующий. До этого мы проводили хороводы, вот это тоже ее была идея, тоже она нам помогла осуществить. У нас в течение четырех лет проводился праздник хороводного танца, где мы не только ивенский круговой танец вспоминали, мы заставили ассоциации поднять и показать свои круговые танцы. А уже потом у нас возник вот необходимость создания кочующего фестиваля «Хэня». Вот у нас он прошел в Северскюре-Кобейского олуса, в Лохачистай, Момского олуса. До этого у нас прошел маршрут по Магаданской трассе от Топадинова до села Учигей. И, в принципе, мы продолжаем это дальше. У нас стоит в плане. Еще одна была задумка у Зинаида Платоновны поднять ряд обрядовых традиционных праздников ивенского народа. Но я думаю, что мы это выполним, потому что в плане у нас стоит. Долгучая сегодня выступила, я чувствую, что Долгучая у нас дальше будет продолжать дело Зинаида Платоновны. Я думаю, что Зинаида Платоновна будут помнить долго и очень уважительно. Это человек, который отдал себя в культуре своего народа. Сюда свою коллегу, главного библиотекаря, специализированной библиотеки с известий, Лидия Жараповна Мехимова. Добрый вечер, гости презентации. Когда Дарья Васильевна сказала, что у нас будет проходить презентация, посвященная воспоминаниям этой прекрасной женщины, которую мы называем сегодня просветителем ивенского народа, кстати, слова взяла я из статьи. Это не мы сами придумали. Я вспоминала, где я слышала это слово «долгунча». И вспомнила, оказывается, когда я была маленькой, моя мама часто пела эту песню, когда готовила что-то, пекла. И вспомнила, а потом прочитала, когда готовила эту выставку, что это была женщина, действительно, да, реально жившая. Ильдокия Егоровна Слепцова, мелкий стрелок, удачливая охотница, которая в белки попадала за 20 лет или в глаз, или в ушное отверстие, ни разу не испортила шкуру. И вот такая боевая, бесстрашная, и, наверное, действительно, представляющая, яркий представитель ивенского народа, да, она недаром лежит, скажем, в названии вашего ансамбля. И это, наверное, тоже олицетворяет саму Зинаиду Платоновну. Я ее в прошлом году приглашала на заднее... У нас прошло мероприятие с участием Зинаиды Платоновны и вот этих наших сегодняшних юных красавиц, актрис. И они у нас исполнили, помните, песню исполняли, да? Мы записывали, у нас были ученики 38-й школы, из других школ. И очень хорошая прошла встреча. Мы вспоминали отца Зинаиды Платоновны, романиста, первого ревенского романиста, классика ревенской литературы, Платона Ламунского-Степанова. Конечно же, такие люди, я знаю, что есть в каждом народе, и очень хорошо, что о них помнят и продолжают их дело. И, к сожалению, сегодня я не смогла вам показать книгу Мома Ларуылла и книгу, которую... Ну вот про Мома Ларуылла рассказали, что она единственная экземпляра в Национальной библиотеке, поэтому выдать ее на руки не могут. А вторая книга — «Хотуха гунь до гунь чалара». Вот эта книга тоже должна была занять здесь достойное место, но, к сожалению, ее сегодня нет. Но вы знаете, что если она вам нужна будет, мы обязательно закажем, попросим. И приходите к нам, как видите, очень много материалов из газетных статей, да, из сайта Дома Дружбы Народов, где всегда восторженно отзываются о ее творчестве и вообще об этом человеке. И здесь я хочу закончить словами из сайта Дома Дружбы Народов. Эльвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча» руководитель Синаида Платоновна Никулина. Она сама рассказала, интервью у нее взяли. Нашему ансамблю посчастливилось участвовать в юбилейных мероприятиях 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации и 15-летие выставки ярмарки «Сокровище Севера». 22 сентября 2020 года ансамбль прилетел в нашу столицу, которая встретила тепло, ярким солнцем, как будто желая нам удачи и успеха. На фестиваль приехали со всех регионов России. С Алтаря, Сахалина, Ямала, Камчатки и других регионов. Из Якутии прибыло свыше 40 делегатов и участников. Мы собрались в такое непростое время, в которое боишься как бы не заболеть. Но не думая о болезни, активно участвовали во всех проводимых мероприятиях. Конечно, очень жаль, что вот эта инфекция, скажем так, пандемия, да, вносит лучших людей наших, те, которые могли бы еще очень многое сделать. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и она будет жить в наших сердцах. Спасибо за внимание. Дарья Васильевна, Дарья Васильевна, я закончила. Ну, хорошо, тогда пока она не подошла. Вот очень интересно богатство родного языка, связанное с термином «снег». Я знала еще, когда училась в Магаганском инстекуте, когда говорили, что у народов северных очень много слов, обозначающих слово «снег», «цвет снег». И вот теперь, смотрю, что оказывается, в ивенском языке тоже этих слов очень много, да? Ага, ну, все, спасибо. Спасибо большое. А сейчас я снова хотела бы попросить коллег включить демонстрацию экрана, папку и видео «Москва». Это Девенский, вольт-мой дом отружбы народов имени Алексея Калаковского. Примерно говоря, отцепляю. Это Девенский, вольт-мой дом отружбы народов имени Алексея Калаковского. В репертуаре, ансамбле народы пирс, обряды аутентичные, родовые садимы и движения народов танцев. Также, какой из церквей с песнопениями и исполнение одного кругового танца «Хэдрия». Ну что, встречайте на сцене Девенский этнополиклёрный ансамбле «Дон-Мунчак». Руководитель Зинаида Клазоновна Никунина со службой работой культуры Республики Газаха в Ягуте. Руководитель Зинаида Калаковского Руководитель Зинаида Калаковского Руководитель Зинаида Калаковского Руководитель Зинаида Калаковского Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Спасибо. Сейчас у нас снова онлайн-подключение. У нас подключается заместитель председателя Союза войн в Республике Саха-Якутия Екатерина Афанасьевна Кривошапкина. Екатерина Афанасьевна, мы вас видим. Включите, пожалуйста, микрофон. Добрый вечер еще раз. И я всех хочу поздравить, во-первых, с выходом книги Зинаиды Платона Луны. Для нас всех, для всех малочисленных народов Севера, это большое событие. Потому что, во-первых, это благодатный народник, над которым Зинаида Платоновна работала, можно сказать, всю свою творческую жизнь. И очень утратно, что опубликовать успели именно к сегодняшнему победе нашей Зинаиды Платоновны. Я бы хотела обратить еще раз ваше внимание на сам сборник эвенских стихов и благопожеланий. Потому что благопожелания Алма, которые здесь представлены, они, ну скажем, во-первых, они от и до написаны на прекрасном живом эвенском языке. Те, кто владеют родным языком, те, кто познакомятся с этим сборником, с этими благопожеланиями, конечно, в этом убедятся. Во-вторых, я бы хотела отметить, что эти Алма, благопожелания, они весьма внушительны. Внушительны как по количеству, так и по объему и качеству. И в-третьих, я бы хотела отметить, что в каждом из них, в этом Алма, в каждом из этих Алма мы чувствуем настроение Зинаиды Платоновны. Мы чувствуем, мы видим и слышим мудрость, ее мудрость, ее такое вот доброе и светлое отношение, наверное, к слову Зайсю, к людям, к природе. И очень много прекрасных слов, таких вот пожеланий мы можем, значит, прочитать в этом сборнике. Вот, допустим, например, такие. А так как вот Зинаида, я вот выбрала такой маленький отрывочек, почему? Потому что Зинаида Платоновна одна из тех наших, была из тех старейших, сородичей, кто прекрасно, так же как ее отец, писатель Платон Афанасий Ильичский Павловский, прекрасно владела родным языком. И пронесла вот эту любовь и уважение к родному языку, к обычаям наших предков через всю свою жизнь. И вот удивительные такие красивые слова Алма есть о родном языке, который она посвятила именно к дню родного языка. Все ее любовь, все ее отношения к родному языку и призыв, конечно же. Беречь свой родной язык, язык наших предков, пронесенных через столетия. И так же я бы хотела отметить, что будучи знатоком родного языка, знатоком культуры, Зинаида Платоновна была, можно сказать, она являлась энциклопедией. Энциклопедии тех традиционных знаний, обычаев языка, родного языка. И поэтому с ней всегда можно было от всей души поговорить на любую тему на родном языке. И вот таким отрывком из ее светлых благопожеланий я бы хотела вот донести. Для вас ее светлые мысли, мысли с самыми добрыми благопожеланиями в честь каждого наступившего дня. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья. Для тех участников, которые у нас присутствуют очно, мы подготовили вот такие вот листовочки, где изображена обложка и здесь в нижнем правом углу QR-код. Вы можете его сканировать. Вы можете его сканировать и сразу ознакомиться с электронной версией данной книги. А на обороте есть, как вы заметили, биография краткая, биография Зимеиды Фатоновны. А для участников, которые у нас участвуют очно и для тех, кто не смог присутствовать, мы разошлём ссылки на книгу Зимеиду Фатоновны. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok